Возвращение мажоритарщиков на предстоящих выборов в местные советы, которые состоятся в конце октября, мы снова должны обрести право голосовать за конкретных людей, кандидатов в депутаты. Но при этом сохраняется волеизъявление и по партийным спискам. В Верховной Раде уже был принят в первом чтении законопроект, где голосование предусмотрено по двум направлениям поровну. Комментарии на эту тему от народного депутата Ярослава Сухого в нашем сюжете. Новый законопроект, подготовленный однопартийцами Ярослава Сухого, по мнению народного депутата, попытка достичь золотой середины. Ведь документ предусматривает выборы депутатов местных советов и по спискам, и по избирательным округам. Это так называемая смешанная мажоритарно-пропорциональная система. Лично я был и остаюсь убежденным мажоритарщиком. Но для того, чтобы развивать процессы партийного строительства на выборах в районные, городские и областные советы, предусмотрена возможность половину депутата избирать и по партийным спискам. Критика оппозиции, по мнению народного депутата, не совсем уместна. Например, заявление, что их кандидатам может не хватить в новых условиях ни времени, ни средств для избирательной кампании, Ярослав Сухый называет попыткой оправдать отсутствие достойных кандидатов на депутатские места. На самом деле, мне кажется, даже по примеру города Запорожья, что речь идет о другом. О дефиците у оппозиции партийных активистов и симпатиков, достаточно известных и авторитетных в регионах. Кстати, для примера, депутаты Запорожского областного и городского совета от Моторсичи никогда не покидали своих избирателей на конкретных округах. В этом есть сила. И это правильно, это демократично, это то, что делает власть сильной. Еще один наиболее обсуждаемый пункт нового закона – выдвижение мэров. По словам Ярослава Сухого, никто не лишает кандидатов на мэрское кресло право идти на выборы самостоятельно. Дело в том, что в этом законопроекте есть статья 10, где сказано, что мэры выдвигаются партийными организациями и вместе с тем почему-то оппозиция молчит о том, что там есть последний абзац, где сказано, что мэры могут и самовыдвигаться. Вообще, наверное, чтобы не было разночтений, мы все-таки ко второму чтению примем окончательное решение о том, чтобы мэры имели также право самовыдвигаться. По прогнозу народного депутата, закон с некоторыми поправками будет принят уже во втором чтении к концу нынешней сессии Верховной Рады, примерно в середине текущего месяца.